Предыдущие наши темы были посвящены непосредственно процедуре медиации. Мы с вами рассмотрели понятие процедуры медиации, сферы ее применения, рассмотрели принципы процедуры медиации, сделали обзор нормативно-правовых актов, которыми процедура медиации регулируется. Но сама процедура медиации, ее содержание, оно не столько правовое, сколько психологическое, и надо рассматривать медиацию именно с позиции конфликтологии. То есть медиатор для того, чтобы эффективно применять процедуру медиации, должен обладать навыками управления конфликтом. Предметом процедуры медиации, собственно, является конфликт, является правовой спор. И наша сегодняшняя тема будет посвящена конфликту, его понятию, признакам и функциям. Итак, конфликт. Мы привыкли к тому, что конфликт – это плохо. То есть если я вас сейчас спрошу, конфликт – это хорошо или плохо, большая часть все-таки ответит на этот вопрос о том, что конфликт – это плохо. Но так ли это на самом деле? Что такое конфликт? Конфликт с латиницей означает «столкновение». Конфликт, по слову Риожикова, «столкновение, серьезное разногласие, спор». Кибанов, известный конфликтолог, он говорит, что конфликт – это нормальное проявление социальных связей и отношений между людьми, способ взаимодействия при столкновении несовместимых взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух или более сторон. Болдин говорит о том, что конфликт знаменует осознанные и созревшие противоречия и столкновения интересов. Какими признаками конфликт обладает? Во-первых, это динамичный процесс. Конфликт никогда не стоит на месте, он всегда находится в динамике. То есть это либо фаза подъема, либо фаза кульминации, либо фаза снижения, спада конфликта. Выражается конфликт в столкновении между двумя или более людьми. При этом субъекты имеют или думают, что имеют несовместимые взгляды, позиции, интересы. Достаточно часто нам приходится наблюдать, когда стороны спорят между собой, а вы, глядя со стороны, видите, что между ними на самом деле спора нет. То есть они имеют в виду одно и то же. Почти всегда сопровождается острым эмоциональным состоянием, характеризующимся преобладанием негативных эмоций, пронизывающих и психику, и действия конфликтующих сторон. Именно вследствие негативных эмоций мы считаем, что конфликт — это плохо. Потому что когда мы находимся в конфликте, независимо от того, чем он заканчивается, в плане того, что кто из нас выходит якобы победителем из конфликта, каждый испытывает негативные эмоции. И в известном мировом произведении Махабхарата говорится о том, что если тебе плохо после конфликта, если ты испытываешь такие негативные эмоции, то кто победил в этом конфликте? Каковы свойства конфликта? Во-первых, конфликт — это явление социальное, порождаемое самой природой общества. То есть мы не можем жить без конфликтов, это нормально. То есть это нормальный способ разрешения ситуации, когда мы сталкиваемся с противоречиями. Конфликт — явление осознанное, действие обдуманное. То есть даже если мы думаем доли секунды, но тем не менее мы думаем, прежде чем предпринять какое-то конфликтное действие. Конфликт — явление широко распространенное, повсеместное, вездесущее. Каждый день, когда мы просыпаемся утром, мы испытываем определенный конфликт. Этот конфликт внутриличностный, потому что, как правило, нам хочется еще поспать, но надо вставать. Поэтому возникает конфликт между «хочу» и «надо». Известный конфликтолог Ликсон говорил, если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс. Конфликт — явление прогнозируемое, подверженное регулированию. Но, к сожалению, мы не всегда способны регулировать конфликт. Мы идем на поводу у своих эмоций, делаем сиюминутные, принимаем решения, которые удовлетворяют наши эмоции. При этом иногда во вред объективной ситуации, во вред нам самим. Но подумайте сами, если мы едем на автомобиле, если мы сидим за рулем, автомобиль едет туда, куда нам нужно. А если мы сидим на соседнем пассажирском сидении, соответственно, автомобиль едет туда, куда, собственно, едет по законам физики. И мы не управляем этим автомобилем. Так вот, когда мы не управляем конфликтом, он едет туда, куда он должен ехать по всем законам психологии и конфликтологии. И мы не управляем им. Суть этого курса заключается в том, чтобы вы, уважаемые слушатели, приобретели некоторые навыки по управлению конфликтом, которые применяются в рамках процедуры медиации. Конфликт — как негативное явление, так и позитивное. И мы в этом сейчас убедимся. Конфликт характеризуется следующими симптомами, то есть признаками, по которым мы узнаем, что между людьми конфликт. Во-первых, это словесное несогласие, то есть когда стороны между собой просто несогласны, выражают это вербально, словами. Когда отсутствует открытое доверительное общение. То есть если мы видим, что между нашими близкими вдруг перестало быть как таковое общение, то есть они друг с другом не разговаривают, мы делаем вывод, что между ними произошел конфликт. Сохраняющееся разделение во времени или пространстве. То есть когда стороны не хотят находиться в одном месте в одно время. Негативные образы или фантазии о противнике. Вот это очень интересный момент. То есть когда начинается развитие конфликта, на определенной его стадии стороны начинают формировать негативные образы друг о друге. То есть даже если до этого они достаточно хорошо друг с другом общались, достаточно хорошо друг о друге думали, друг друга воспринимали. В условиях конфликта стороны начинают вырабатывать вот такие вот самые негативные образы. Это делает на самом деле с нами наше подсознание. То есть когда нам необходимо поступать неэтично по отношению к другой стороне, но мы не можем поступать неэтично к другой стороне, если она хорошая. Но мы можем неэтично поступать к другой стороне, если она плохая, при этом никаких не испытывая угрызений совести. Именно поэтому мы формируем внутри себя негативный образ другой стороны. И это неотъемлемая часть конфликта. То есть человек не является таким плохим, каким мы его видим в условиях конфликта. Но иначе мы его видеть не можем. Потому что если мы будем видеть его хорошим, это не позволит нам применять те тактики конфликтные, которые, как правило, применяются в условиях конфликта в отношении оппонента. Каковы причины возникновения конфликтов? Это потеря либо искажение информации. Очень часто происходит так, что люди неправильно доносят информацию друг о друге или о каких-то происходящих событиях. Это вызывает конфликты. Неумение слушать и слышать. То есть тогда, когда люди не слышат, не слушают, не воспринимают информацию должным образом, соответственно, возникают конфликты. Остаивание своей позиции в споре. Но я думаю, часто мы с этим сталкиваемся сами, если любим поспорить. То есть даже тогда, когда мы вдруг в споре понимаем, что оппонент прав, тем не менее нам не хочется проигрывать. И мы до конца отстаиваем свою позицию. Не соблюдение обязательств. То есть пообещали что-то, но не сделали. Это является причиной возникновения конфликта. Потому что, когда мы даем обещания, когда мы даем обязательства, мы порождаем ожидания другой стороны. То есть другая сторона ожидает от нас исполнения этого обещания, обещания и исполнения этих обязательств. Некомпетентность также является причиной возникновения очень многих конфликтов. То есть когда человек называет себя, скажем так, врачом, мы ожидаем от него профессиональных компетенций. Но если мы этого не видим, видим обратную какую-то ситуацию, соответственно, разумеется, это порождает конфликт. Каковы позитивные функции конфликта? Как на личность, так и на группу позитивные функции примерно одинаково срабатывают. Во-первых, люди лучше узнают друг друга в условиях конфликта. Во-вторых, происходит ослабление психической напряженности. То есть когда стороны осознают, что между ними есть конфликт, есть противоречие, но не высказывают это очень долго, напряжение растет. И в тот момент, когда происходит столкновение, то есть когда они начинают все-таки выяснять позиции свои, выяснять свои интересы, то есть выяснять ситуацию, может произойти такая функция, такое последствие, как разряжение, разрядка сложившейся ситуации и, соответственно, ослабление психической напряженности. В условиях конфликта происходит стимуляция активности человека. Именно так работает конкуренция. То есть конкуренция – это тоже конфликт. То есть когда люди конкурируют друг с другом, они вынуждены быть более активными. Улучшение качества деятельности происходит отсюда же. Повышение авторитета, социальной значимости в случае правильного выхода из конфликта. То есть когда конфликт становится достоянием публики, то есть когда наблюдает общество за развитием конфликта, разумеется, человек, который с позиции этого общества повел себя в конфликте правильно, его социальная значимость, его авторитет в обществе вырастает. Ну и происходит, соответственно, развитие личности. Негативных функций у конфликта, их, конечно, гораздо больше, несравнимо больше. И поэтому мы оцениваем конфликт как явление негативное. Во-первых, это ухудшение настроения. Во-вторых, это напряжённое эмоциональное состояние. Нарушение межличностных отношений. Неадекватное восприятие друг друга. Ощущение насилия над собой. Дух конфронтации. Отсюда происходит ухудшение качества индивидуальной деятельности и, соответственно, снижение производительности труда в группе. Может быть ухудшение качества совместной деятельности. Закрепление социально-пассивной личности. То есть когда человек попадает в ситуацию конфликта, когда он получает отказов очень много или же какого-то негативного опыта, то, соответственно, он уже и не стремится к какой-то активности или инициативе. То есть за ним закрепляется социально-пассивная роль. Материальные и эмоциональные затраты. Ну, понятно. То есть когда мы сталкиваемся с конфликтом, мы не можем просто отпустить ситуацию сиюминутно. Мы её постоянно проигрываем в голове, продумываем. Мы переживаем, мы не спим ночами. Соответственно, мы затрачиваем свои эмоциональные ресурсы. Материальные ресурсы мы затрачиваем тогда, когда наш спор уже перетекает в характер правового спора. То есть когда мы вынуждены потратиться на консультации юристов, на оплату услуг юристов, на оплату госпошлины в суде и так далее. Ну и, соответственно, угроза здоровью жизни. Потому что эмоциональные переживания человека, они не проходят на самом деле бесследно. И очень многие заболевания, они имеют именно такой психосоматический характер, когда долго испытываемая обида, либо угнетённое состояние, оно приводит к развитию определённых заболеваний. В том числе заболевания очень серьёзных, которые ставят под угрозу нашу жизнь. Какой новый взгляд на конфликт? То есть как мы должны воспринимать конфликт? То есть мы не должны воспринимать конфликт как тупиковую ситуацию. Мы должны воспринимать конфликт как возможность к изменениям. Например, по-старому конфликт — это нарушение порядка, негативный опыт, дефект во взаимоотношениях. По-новому конфликт — это возможность развития взаимоотношений на новом уровне. По-старому конфликт — это столкновение противоположных, несовместимых интересов или желаний, а по-новому это просто часть взаимоотношений, которые включают помимо негативных, противоположных интересов и желаний, ценности, цели, чувства. По-старому конфликт — это единичное событие, которому мы позволяем влиять на целостные взаимоотношения. По-новому это событие, которое расставляет новые акценты во взаимоотношениях и позволяет их прояснить. По-старому конфликт — это борьба между правым и неправым, добром и злом. По-новому это противостояние, затрагивающее только отдельные, но не все аспекты взаимоотношений. То есть здесь нужно понимать, что когда возникает конфликт, человек не может быть полностью для тебя из жизни исключен. То есть он не несет только негативный какой-то фактор в твоей жизни. С ним связаны и позитивные моменты. И, соответственно, если возникает конфликт, конфликт возникает только по определенным аспектам. Это нужно понимать. Виды конфликтов бывают разные. То есть по признаку сферы проявления это могут быть экономические, идеологические, социально-бытовые, семейно-бытовые. По степени длительности — бурно, быстро текущие, вяло текущие, слабо выраженные, острые длительные конфликты. По субъектам конфликтного взаимодействия — внутриличностные эго-конфликты, межличностные конфликты типа личность и группа, конфликты межгрупповые. По признаку возникновения это могут быть стихийные, либо запланированные конфликты. По признаку управления — управляемые, слабоуправляемые и неуправляемые. Также классифицируют эго-конфликты, межличностные конфликты и групповые на следующие категории. Эго-конфликты мотивационные, то есть конфликты между «хочу-могу», «хочу-надо». Когнитивные конфликты, то есть когда у нас возникают вдруг противоположные знания, мы при этой ситуации не можем нормально существовать, то есть когда мы видим два противоположных знания, мы, соответственно, этот когнитивный диссонанс разрешаем. То есть вот это вот правильно, правда, а вот это неправильно или неправда. Ну, например, когда мы имеем друга, который вдруг поступает совсем не так, как в нашем представлении поступают друзья, то у нас возникают два знания, то есть Азамат – мой друг, и Азамат поступил так, как друзья не поступают. Это два знания, которые исключают друг друга, два противоположных знания. Соответственно, мы делаем вывод, либо Азамат – не, не друг, либо друзья иногда так поступают. Ролевые конфликты. Ну, ролевые конфликты связаны с теорией Эрика Бёрна, и здесь связаны с тем, что люди в процессе своей жизни исполняют три роли. Это роль взрослого человека, роль ребёнка и роль родителя. И эти роли, они вступают противоречия друг с другом на определённых жизненных этапах жизни человека. Межличностные конфликты, они могут быть конфликты ценностей, конфликты интересов, либо из нарушения нормы или правил поведения. Социально-групповые конфликты также могут быть из интересов, из противоположных интересов, из ценностей, либо из конфликтов идентификации. В основе конфликтов лежат конфликтогены. То есть конфликтогены – это слова, действия или бездействия, которые могут провести конфликту. Конфликт может возникать, когда действия конфликтоген, выраженная в сторону другой стороны, порождает ответный конфликтоген. И вот здесь нужно понимать, что ответный конфликтоген по силе воздействия будет всегда больше, нежели конфликтоген, которым был вызван ответный конфликтоген. Также конфликт может возникать, когда существует конфликтная ситуация, то есть конфликтная ситуация, накопившаяся противоречия, и возникает на фоне конфликтной ситуации инцидент. Инцидент, соответственно, выполняет роль конфликтогена. Ну и, соответственно, там уже конфликт снова развивается по типу обмена конфликтогенами. Ну, какие выделяют, скажем так, типы поведения, которые провоцируют развитие конфликтогенов? Это стремление к превосходству, проявление агрессии, проявление эгоизма, нарушение правил поведения и стечение обстоятельств. Наиболее конфликтным является стремление к превосходству. И что здесь наиболее конфликтно? Это прямые проявления превосходства. То есть когда человек приказывает, указывает, насмехается, обвиняет, критикует, сарказм проявляет, либо снисходительные отношения. То есть когда человек говорит, ну успокойся ты уже, ну как можно было этого не знать? Ведь вам русским языком сказано, вы умный человек, а поступаете, простите. Ну, видим, снисходительные отношения у нас вызывают ответную реакцию, нехорошую. Хвастовство, когда сам о себе человеку восторженно рассказывает о своих успехах, о своих достижениях и так далее. Категоричность, безапелляционность. То есть когда человек на самом деле как бы сомнительные мысли высказывает категорично. То есть я уверен, я считаю и так далее. Навязывание своих советов. То есть когда человек везде пытается помочь советам, скажем так, но на самом деле это не очень хорошее поведение. То есть советовать нужно только тогда, когда об этом просят. Перебивание. То есть повышение голоса или когда один поправляет другого, перебивает, не дает сказать, это тоже проявление превосходства, которое вызывает, собственно говоря, раздражение у слушателей. Конфликт развивается по определенным стадиям. И этому посвящена лестница развития конфликта. Почему нам важно это в медиации знать? Потому что по лестнице эскалации конфликта первые три стадии – это обострение, обсуждение и действие. На этих трех стадиях сами стороны могут еще договориться. Точнее, даже на первых двух они могут договориться сами. На последних двух стадиях разрушения и вместе в пропасть стороны уже не смогут договориться даже при помощи медиатора. И лестница эскалации конфликта, она, собственно, состоит из девяти стадий. То есть первая стадия – это обострение, когда стороны вдруг поняли, что между ними есть противоречие. Обсуждение, когда стороны пока еще могут обсуждать возникшие противоречия. Действия, то есть когда стороны уже предприняли конфликтное действие в отношении своего оппонента. Четвертое – это создание образа, то есть когда как раз создается тот самый негативный образ в рамках конфликта противоборствующей стороны. Пятая стадия – это потеря лица. То есть когда мы создали негативный образ, мы можем уже поступать неэтично со своим противником. И отсюда мы теряем свое лицо. Шестое – это целевые стратегии. Шестая стадия – целевые стратегии, когда конфликтующие стороны уже начинают строить определенные планы по тому, как они будут поступать с оппонентом. Седьмая стадия – это зуб за зуб, то есть когда на каждое конфликтное действие человек, оппонент выдвигает ответное действие. И на этой стадии, как правило, происходит уже физическое насилие над оппонентом. Восьмая стадия – разрушение. То есть когда люди начинают друг в друге, точнее перестают видеть людей. То есть относятся уже к оппоненту не как к человеку, а как к предмету. И, соответственно, могут поступать с ним как угодно жестоко. Девятая стадия – вместе в пропасть. Это значит назад пути нет вместе в пропасть. То есть когда человек готов нанести ущерб себе, чтобы тем самым принести вред конфликтующей стороне. Таким образом, мы сегодня с вами рассмотрели понятие конфликта, его признаки, его сущность. И следующая наша тема будет посвящена методам разрешения конфликта и потребностям, интересам и позициям в конфликте.